В Кёльне полным ходом идут приготовления к знаменитому карнавалу. Делают не только декорации и костюмы. Организаторам нужно отобрать лошадей, которые пройдут тесты на стрессоустойчивость. Этим животным будет легче идти среди шума толпы. В течение столетий в мероприятиях на так называемый «Розовый понедельник» участвовало около 300 лошадей. Однако в прошлом году использовать этих животных запретили из-за опасений, что их пугают громкие и резкие звуки. В этом году запрет сняли. Однако теперь перед карнавалом каждую лошадь претендента помещают в стрессовые ситуации, чтобы понять, как она отреагирует. Например, вокруг животных возят тележки с разными кусками металла и громко ими гремят. Проверка на спокойствие – это всего лишь тест. Сначала нужно выбрать лошадей с подходящим характером. И сложность для наездников и организаторов заключается именно в этом. Я сам занимаюсь спортивной верховой ездой. И если бы я взял на парад свою лошадь, думаю, она послала бы меня куда подальше. Карнавальный сезон открывается в Кёльне ещё 11 ноября. В этот день начинается период, который местные жители называют пятым временем года. Продолжается он несколько месяцев и завершается за шесть недель до католической Пасхи. Кульминацией мероприятий считают массовое шествие в розовый понедельник, который предшествует пепельной среде – началу Великого Поста. В этом году главный карнавал состоится 24 февраля. Обычно по улицам проводят ярко украшенные повозки и фигуры из Папье-Маше. Участники также бросают в толпу зрителей сладости.